Всем привет! Сегодня хочу поговорить об устранении защиты в аккумуляторах 18650. Как оказалось, в аккумуляторах 18650 есть два типа защиты. Один тип защиты выполнен в виде небольшой платки, которая крепится к минусовому контакту аккумулятора. Ну и те самые немного увеличиваю размер. Кстати, аккумулятор 18650 имеет именно такое обозначение, поскольку их диаметр составляет 18 мм, а длина 65 мм. Но при использовании вот этой защиты от перезаряда, переразряда, устанавливается еще сюда вот плата, которая увеличит немножко, ну, миллиметра 2, 1-2 мм длину самого аккумулятора, ну, наверное, до 70 мм максимально. Вот. Но в данном случае я поговорю о другой защите. Вот как в моем случае в процессе заряда аккумулятор может сильно перегреться. В моем случае в процессе пайки аккумулятор сильно перегрелся. И вот здесь вот под плюсовым контактом имеется, ну, как я понял, что-то типа такого пластины, термопластины, как в электрочайниках, сработка автовыключения. Эта пластинка отключает плюсовой контакт аккумулятора. Если мы обратим внимание на все аккумуляторы, вот, которые у меня есть в наличии, 18650, то в плюсовом контакте есть определенные отверстия или пазы, как в данном случае, ну, здесь, если приглядеться, есть с трех сторон. На Panasonic вот есть. Ну, и также на Неймонском аккумуляторе из Китая здесь 4 таких паза. Данные 3 аккумулятора у меня рабочие. Кстати, их рабочее напряжение номинальное 3,7 Вольт, но, как показывает практика, в действительности может быть и больше. Вот 4,13. 4,26. 3,85. Ну, как в данном случае, вот, здесь указано рабочее напряжение номинальное 3,7 Вольт. Ну, здесь заявлено, конечно, завышенная емкость 3,800 мАч. Китайский аккумулятор iFire, литий-ионный. Ну, а этот аккумулятор у меня не рабочий. И в данный момент он показывает напряжение. И вот, кто столкнется с таким вот напряжением, практически 0 Вольт. Я уже готов был его выбросить, но тут мне товарищ подсказал, что есть такая защита в нем встроена, и это все устраняется в течение пары секунд. Для этого нам понадобится иголка. Возьмем набор игл. Иголка достаточно большая. И нам необходимо, просунув в отверстие эту иголку, как бы выпрямить тот контакт и восстановить его с плюсовой обкладкой. Сейчас попробуем это сделать. Конкретно, я не осязаю, что я там делаю, как бы, я так и не понял. Я уже восстановил два аккумулятора. Короче, нужно здесь пошебуршить, и она каким-то образом, вроде, какой-то момент отстреливает назад. Вот я на всякий случай с трех сторон здесь подвигаю его. Вот что-то щелкает. Ну, не знаю, удалось мне или не удалось. Сейчас проверим. Всякий раз надо просто замерять мультиметром напряжение, восстановилось оно или нет. Как мы видим, стало уже 3,12 вольта. Значит, мы это дело восстановили. Он немножко разряжен, да. Даже аккумулятор в разряженном состоянии никогда не покажет вам напряжение 0 вольт. Ну, где-то в пределах 3 вольт оно должно быть. Ну, вот видите, восстановилось. Так что вот такой вот нюансик есть. Не спешите выбрасывать аккумуляторы, если у вас он показывает напряжение 0 вольт. Можно вот таким вот образом его восстановить. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. И пока. Рад, если я вам помог. Да и просто хотелось пожить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова